ребята всем привет в этом видео хочу вам рассказать как отмасштабировать и разбить чертеж на листы а4 и распечатать и так у нас есть чертеж модели самолета вася размахи и два с половиной метра почти чертежи в pdf формате открываем и вот видим наш чертеж если мы будем так его и распечатывать у нас как бы на одном листике если мы будем распечатывать на плоттере то у нас получится огромный лист но не у всех есть доступ к плоттерам многих дома стоят обычные принтеры от формата а4 поэтому мы будем с вами разбивать чертежи при этом еще можно будет отмасштабировать под свой масштаб и так я пользуюсь программы для просмотра pdf форматов суматра также у меня установлен установлена программа pdf редактор такой все эти программы ссылки на эти программы вы найдете под видео начинаем работать так открыли заходим в файл при установке программ pdf их change она интегрируется у нас в оплату открываем но у нас открылась для удобства работы мы поворачиваем но нам надо нет как только мы открыли и перевернули наш чертеж в pdf редакторе мы нажимаем вот сюда и попадаем в основное меню вкладку там где мы будем работать с вами масштабировать и распечатать наши чертежи ну как видим как только мы перекинулись в принт меню принта у нас сразу же весь чертеж разбит на формат а4 кликнули кликнув сюда при чем масштаб можно выставить сейчас на 61% выставляем 100% вот у нас получается каждый выделенный этот квадрат прямоугольничек это один лист а4 то есть если вы будете печатать данный чертеж один к одному у вас выйдет только как бы одна половина крыла на 40 листа ну кому надо такой масштаб тот конечно распечатать как допустим нам сделать чертеж не под два с половиной метра а под два или полтора метра я делаю таким образом распечатываю чертеж в десяти процентном масштабе для этого иду во вкладку в выпадающем меню выбираю принтер и отправляем на печатку после того как страница распечатается вот я сделала заготовку страница распечаталась мы берем линейкой по живому чертежу меряем вот это вот расстояние одной половины крыла у меня одна половина вышла 122 с половиной миллиметра соответственно 10 процентов полного размаха будет поскольку у нас одна половина нам нужен полный размах умножаем 122 5 на 2 получаем 245 миллиметров 245 делим на 10 процентов получаем один процент у нас 24 с половиной миллиметра цифра нам очень нужно и так зачем нам эта цифра допустим нам нужен размах два метра 2000 миллиметров берем наш размах который нам нужен делим на 24 5 получаем 81 и 6 процентов то есть для того чтобы нам получить размах 2 метра нам нужно набить 86 процентов вот все мы получили чертеж разбитый на формат а4 размах у нас будет два метра таким же образом идем менюшку выбираем наш принтер и распечатываем также можно сохранить это все дело в pdf файле еще раз если нам нужен размах допустим 1500 миллиметров полтора метра берем наш размах который нам нужен 1500 делим на 24 5 на цифру которого у нас получилось в результате замеров получаем шестьдесят шестьдесят один и два выбиваем сюда шестьдесят один и два все получаем размахом полтора метра отправляем на печать или же сохраняем парк сохраняем на штуке сохраняем на штуке найти его можно там где вы указали пульки не сохраняем так еще один интересный момент вот эти вот вкладочки автоцентрирование вот видите у вас вот есть чертеж расположен привязан к верхнему левому углу если поставить вкладку галочку автоцентрирование то чертеж концентрируется относительно середины чертежа если вы поставите вот здесь две галочки то у вас будут засечки на страницах для возможности склейки то есть появится дополнительное поле для склейки давайте вам покажу вот вот видите да вот появятся вот такие засечки и появятся поля возможность склеить наложить один лист на другую если вы не поставите там галочки то этих полей у вас просто не будет давайте вам покажу что будет если галочки не поставить и сохранить ну и вот что мы получаем здесь идет все подступаем возможностью наложения одного листа на другую склейку здесь же идет чисто надо будет как-то пристыковать снизу чтобы собрать весь чертеж снизу или липкой лентой какой-то наклеивать то есть я считаю вот так надеюсь кому-то это видео поможет всем удачи до встречи в следующих видео до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...